МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подыходясь до завершения реализации самого буйного проекта в истории завода. Коллекции музея до ста годзя у Палаца Румянцевых и Паскевича упачалася серая выстав присвеченных юбилею установы. А зараз об этом и иншим больше подробязным. Сегодня в Беларуси стартовал тыдень лесу. В Гомельской области для посадки подрыхтовали больше за 8 миллионов древ. Плануется, что свой уклад у примножения лесного фонда унесут около 10 тысяч человек. Вероника Гамзюкова так само приняла удел у республиканской акции. Доброохотная акция по посадке древа проходит уже у 12-й раз. Все лето она присвечена году малой родимы и 75-й годю вызволения Беларуси и немецко-фашистских захопников. По этой причине особливую увагу нададут мемориальным комплексам и воинским похованием, размещенным у лесным фонде региону. У планах закласти аллеи памяти до этой знаменальной даты. На текущей неделе была заложена памятная аллея в Житковичском лесхозе, в местах высадки разведывательных групп в тылу врага во время Великой Отечественной войны. Акция «Тый день лесу» 2019 проходит под девизом «Сажаю древы и тымга на Руся. Будь зеленой моя Беларусь». Головное мета мероприемства – притягнуть увагу громадскости до проблем лесного фонду. С каждым годом до акции долучается все большая колькость человек, а некоторые становятся ее постоянными удельниками. В том году ездил на такую же акцию, очень понравилось, решил в этом году повторить. Для меня эта акция очень важна, мы должны тоже природе помогать. Плануется, что свой уклад у примножения лесного фонда Гомельской области унесут коля 10 тысяч человек. Усяго в Гомельской области высадят больше за 8 миллионов сеянцев на площу больше 72 тысячи гектаров. Для беларуских лесов эта акция вельми актуальная, покольки по всей Украине лесники смагаются с такой проблемой, як вершинный караед. Для соседей, которые были повреждены, практически все вырублены. То есть проблемы сейчас большой такой нет. В нашем лесничестве была в прошлом году вырублена парадка 80 тысяч сплошных санитарных рубок по караеду. Поэтому леса нужно эти восстанавливать, что мы сейчас и делаем. У Гомельской области подрихтовано больше за 600 участков для посадки сеянца в рамках этой акции. И она протягнется до 20-го красавика. Вероника Гомзюкова, Сергей Лукашук, Тельрадо и Акомпания Гомель. В рамках месячника по наведению парадки на землю сегодня в Чагуночном районе Гомеля пройшел субботник. Доброапарадкованием уникальной для города территории займались представники органов улады, депутаты, священнослужители и работники предприемствов. Олег Сюнцеров с подробностями. Сюда не привозят экскурсии и об основании этого места. Ведают навык не все мельчане. Разом с тем, это, правда, уникальное место. Тут находится один в городе природная краница. В рамках месячника по наведению парадки на земле сегодня тут убирали сметки и высекали диких мысняк. Многие пришли на субботник, которые организовала администрация Чагуночного района целыми семьями. Депутату городского совета Владиславу Фисенко допомогал 4-х годовый сын Владимир. Радует, что все больше людей тоже приходят семьями, все больше людей поддерживают. Мы делаем полезное для всех дело, мы убираем территорию, мы создаем вокруг нас прекрасный, ну даже не прекрасный, но хороший окружающий мир. Это действительно приятно видеть, когда в принципе выходной для людей день, люди приходят. Особливая увага по часу субботника непосредственно краница, якая лечится святой, и она и сновала, напевно, еще до заснования города. С початку 90-х за ее доглядают монахини Свято-Сихвинского Жанночного монастыра. Жахары близ лежачих домов постоянно приходят сюда за водой. Кажут, что она не просто смачнейшая за водопроводную, а ле и вылечивая некоторые хворобы. Креничная вода завсюду лечилась самой чистой и гаючей, и она притягивает людей своей прозвистостью и неким незвычайным освежальным густом. Креничную воду называют живой и складают себе каски и легенды. Разум с тем, не глядячи на популярность этого места, по коль казать об его добропродкованности рано, причем больше привабный выгляд, необходимо надать не только непосредственно креницы, а ле и размещенный побочек купели, жадающих окунуться шмат, а ле с кожным годом это становится все больше небеспечным. Выправить ситуацию меркуется уже в ближайший час за распринятые решения о передаче этой территории Свято-Сихвинскому Жанночному монастыру после завершения оформления всех необходимых документов епархия почти работы по наведению парадку. Строительства как такового здесь не будет. Здесь будет облагораживание территории, будет положена новая дорожка, будут поставлены скамеечки, будет установлен крест и будет сделана новая купель. Вот там, где люди сейчас все гнилое, доски все, все это заменится, может вторая новая, чтобы была мужская и женская. Все на все здесь и все останется в том виде, в каком она истоке облагородится. Олег Тинтеров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомник». Тем часам самые юные же хары областного центра приняли удел у посадцы Безовой аллеи на территории Дзятяжьего сада номер 77. Садите красиво сирень, а потом мы будем ходить с вами и поливать, чтобы наши кустики пророслись и каждый год нас радовали. Каля 30 кустов для посадки принесли батьки, які охотно отгукнулись на пропонову администрации дошкольной установы. У посадцы приняли удел группы усих взрослых – дети разом с батьками. Таты и матули допомагали малым поливать рослины и фотографовали выники суместной працы. Доброохотная акция, закликанная сгуртовать семьи и долучить детей до корыстной дейности. Мы решили свой детский сад тоже озеленить, и это приурочили и к майским праздникам, и к будущее освобождение города Гомеля 75-летию. Поэтому решили посадить такую сказку сирени. На Мазырском НПЗ протягивается реализация самого буйного проекта в истории завода – будовництво комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. Уже можно сказать, что будовники вышли на финишную промою. На комплексе провели монтаж черговой буйногабаритной емистости. За процессом назеряли наши коллеги с Мазыра. Тяжко поверить, але гэтый вельми габаритный блок погой у 35 тонн – только невеликая частка усягу комплексу. Специальный трав и два краны повышенной грузоподымальности аккуратно транспортуют емкость до места монтажу. Не в забаве я назойме свое место у сердце реакторного блоку комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. На Мазырском НПЗ протягивается реализация самого буйного и самого амбициозного проекта в истории завода. По коште, масштабе и уникальности ее немае аналогов на всей постсоветской просторы. Завод реализует крупномасштабный инвестиционный проект – комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Оценочная стоимость этого проекта – миллиард 218 миллионов долларов США. Мы уже профинансировали этот проект на 85%. Сейчас завод входит в такую завершающую стадию и уже на некоторых объектах начинается подготовка к пусконаладочным операциям. Монтаж буйно-габаритной емкости для реакторного блока – важный этап у реализации проекта. Обсталявания з'являются часткой катализаторной системы, установки гидрокрекингу и будет задейничана у операциях под отдание катализатора при работе реакторного блока. Это третья из четырех подобных емкостей. Монтаж опошней запланованный на 20-е красавика. До середины Липеня плануется смонтировать основное технологичное обсталявание. После этого приступят до монтажу трубопроводов. А их тут каля тысячи километров. Каб злучить, усе разом необходимо вырабить каля 380 тысяч зварных швов. На будовництве комплексу працует каля 60 зварщиков самого высокого разрада. Контроль кожного шва аж ицявляют с допомогой рентгенаппарата. Бо самое важное – дальнейшая беспечная эксплуатация комплексу. Серьезный, нетиповой проект. Таких объектов в принципе нет на постсоветском пространстве. Они единичные в мире, их меньше десяти. И с учетом того, что проект достаточно сложный, масштабный, и к проекту предъявляются серьезные требования именно к безопасности. Почему такие требования предъявляются? Потому что процесс проходит при температуре свыше 430 градусов Цельсия, при давлении порядка 190 атмосфер. На базе зараз знаходятся опошние одинки технологичного обсталявания. Уникальные помпы, велизарные засланки. Усё гэта ясчэ трэба змонтировать. Але уже можно казаць, что у реализации проекта завод вышел на финишную промою. Деючий комплекс гидрокрыкингу тяжких нафтовых рештков дазволить повеличить глубину перепрацовки нафты до 90%, выход светлых нафтопродуктов до 67%. Лидия Поттер відшла у Пересыпкин телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Выники работы за минулый год и планы на 2019-е. На химзаводе пройшел сход членов Гомельского областного союза наймальников. У им удельничали так само представники керавництва областного виконавчого комитета и Республиканской ассоціации предприемства у промысловості. Выники сустречи у сюжеті Марины Джалай. Не глядяши на певну економічне складаності мета промыслового сектора Беларусі сьолята досягнуть росту валового внутренного продукту на 3,5%. Летость була на 0,3% менш. Выконати гэта будення легка, означають подчас ходу і тлумачать чому. Конечно, непросто, потому что внешні условия, наше членство, например, в ЕАЭС, где непростые условия сегодня интеграционные идут, и они непросто решаются. Например, наше предприятие сельхозмашиностроение, Гомсельмаш, Тракторный МАЗ, они не могут пользоваться субсидиями российскими. Идут процессы признания нашей продукции, которая производится на совместных предприятиях в России, что это российская продукция, они не признаются. И здесь есть сложности. Но правительство Республики Беларуси, наша ассоциация, эти вопросы пытаемся решать, то есть с правительством России в том числе. На Гомельшине денежут 230 буйных и средних промысловых предприемств. Их доля в объеме вырабляемой в Беларуси продукции складает 22%. На составе Гомельского областного союза наймальников 63 предприемства. И летось работа объединения была сконцентрованная на трех накерунках. Это социальное партнерство, унесение пропанов по изменению и дополнению, худеющее законодавство и повышение профессийных компетенций работников. Очень много было освещено вопросов по внесению изменений в трудовое законодательство, именно в трудовой кодекс. И мне отрадно отметить, что ряд предложений наших членов союза нанимателей, которые мы отправляли в палату представителей, вошли в новый проект трудового кодекса. Активно работали предприятия по новому закону об охране труда. И тоже приятно хочу поблагодарить предприятия. Два из четырех предложений мы давали, два предложения приняты. Следует отметить, что именно инициатива, проявляемая сотрудниками предприятия, говорит о том, что им неравнодушна судьба предприятия, на котором они работают, что они думают о том и думают о перспективе предложения своей работы. Дареший союз наймальников наших регионов признаний одним из наибольших активных у республики. В этом заслуга его руководительства и предприятия в области. Будучи экономики, подкресливается на сходе в руках наймальников и коллективов. Минавида Яны про союз наймальников должны выносить на уровень у Рада пропановы, которые в дальнейшем смогут полепшить эффективность работы вытворчастей и условий работы самих работников. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». Первый воротовальник на вёсце у агрогородку Любанске Октябрьского района супрацовники МНС провели для мясовых жахаров квест «Гульню». Удельникам, поделенным на три команды, необходимо было переодолить пять пляцовок, отказать на питании воротовальников и продемонстровать на практице, как необходимо действовать в надзвучайных ситуациях разных характеров. Перемогла команда, которая худше справилась с заданиями. Мета-акции – попереджение пожара и гибели на их людей. Здоровая от жития и профилактика захворывания. С каждым годом всё больше людей им кнутся больше уваги надавать уластному здоровью. В этом им допомагают разные организации. Например, Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья сейчас реализует три проекта. Подробности в следующем материале. Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья всёлит реализует три областные профилактические проекты. Один из них – «Здоровые поводины. Мой выбор». Задача – научить детей и подлетку вести здоровый ладжитян. Менавито такую мыту огучивают работники центра «Болета». Сярод детей и подлетка у региона зарегистровано амаль 18 тысяч выпадков травмов и отручваний. Так само выявляются факты уживания алкогольных и наркотичных речевов. Подчас проведения акций об Ешкоде нагадывают. А лекцент робят на пропаганде здорового ладжитян на конкретных прикладах. С детьми проводим, младшими школьниками, мы проводим как игровые занятия со старшими. Там уже больше такая информационная встреча с демонстрацией фильмов, тренингами какие-то с психологом. Ну а со средними школьниками тоже по ситуации. Они, кстати, тоже любят играть. И можем такие какие-то интеллектуальные игры, эрудиты игры. То есть, ну не детские, а эрудиты игры. Очень хорошо, потому что в такой форме они не то, что даже лучше запоминают. Им это интересно, и они вовлекаются, и где-то больше доверяют, наверное. Другий проект «Своечасовая профилактика хвороба у системы кровозвороту» – «Залог здоровья». У межах акций информационная консультативная группа наведала «Брагин» и «Агрогородок Чамярысы». Почас акций жихары населенных пунктов могли не только отримать информацию, але и без записи проконсультоваться у медиков, сдать необходимые анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. А пушний проект «Клопот про здоровье сенья» – активная долголетция завтра. С насильництвом Мазырских районов специалисты провели работу по профилактиции поводинских факторов рызыки, которые вплываются на возникнение захворваний. У программе психологичный тренинг и анкетование – диагностика эмоционального стану. Это очень востребовано на селе, поэтому мы обязательно выезжаем. Допустим, мы были в Брагин, мы сначала были в Чемерисах на базе селесполкома, проводили акцию, а потом ехали в Брагин, и там уже на базе гостиницы. Выбираем места разные, то есть мы в зависимости от района подходим индивидуально. Мы организовываем, и, допустим, на базе селесполкома мы проводили в Чемерисах, очень хорошо было и востребовано, и люди дали, но не на словах нас благодаря, мы пока еще форму какую-то такую не придумывали, как это. Сколько месяцев посчитайте, с марта по декабрь, одна акция, один выезд. Задействованы все районы, не только ближние, но и дальние, и лельчицы есть. Проекты будут житяуляться до конца года. Кожный месяц будет просвечены одной конкретной проблеме – от алкоголизма до суицида. Красавик просвятили отмове от курения, май проблеме наркомании. Подыход комплексный, о проекте принимают удел валиологи, наркологи, психологи, психиатры. Варианты урелизации так само некольки. По-перше, у Гомеля будут распрацовываться и накероваться у района методичные рекомендации. Мясцовые медики будут их выкористовывать подчас наведывания научальных установ. А в наибольшие проблемные регионы будут выезжать представители областных организаций. Вероника Гомзюкова, Олеся Розянкова, Валерий Гопанько. Телерадиокампания «Гомель». Актеры Игорь Сигоу и Андрей Карака презентовали у Гомеля киноновинку Беларусьфильма «Стушку. Чорная собака». Або два творчие деячи принимали уделу в дымках белорусско-российского боевика. Об чем и расповяли на творческой встрече с глядачами. Сценары фильма написаны по творах Миколая Чаргинца. И расповедая про работу спецслужбов по линии боротьбы с терроризмом. Здымки проходили на территории Беларуси. Режиссер киностушки Александр Францкевич Лае не уперши не упрацовал на просторах нашего края. У работе над сериалом «Майор Ветров» он приезжал со сдымочной бригадой на Микошевицкие карьеры. Фильм «Чорная собака» имеет две версии «Полный метр» и сериал. Это был сериал, потом они решили создать киноверсию. Телевизионную версию, киноверсию, которая будет короткая. То есть они взяли продюсер и решили, видимо, режиссер с продюсерами решили, подумали, что почему бы нет. Причем, учитывая, что там материала гораздо больше, можно все время монтировать и каждый раз сделать новую версию. Ребята, которые участвовали в сценах боевых, экшенах, там все-таки это оружие, взрывы туда-сюда, посадки, прыжки с вертолета. У меня, поскольку я полковник, то есть у меня просто допросы, разговоры какие-то, не больше не меньше. Не смотря на серьезную тему фильма и военное деяние, в сюжете знайшлось место для кахания. Показ картины «Чорная собака» стартовал во всех кинотеатрах региона. Сочицы за показами. Обмежевание по взрослому – 12+. Коллекция музея до 100 годов. В Палаце Румянцевых и Паскевича упочалась серая выстав, присвеченных юбилею установы. Хамельчане и гости города смогут ближе познакомиться с фондами музея. Две экспозиции уже можно увидеть в выставочных залах. Подробнее о них расскажет Ганна Корольчук. Все свои 100 годов музей провел в Осеродзе Гомельского парка, тому первая из юбилейных экспозиций, рассказывая его историю в картинах и графике. Одна из старейших работ – акварельный малюнок Эмиля Лазе 1927 года. Солдат с курильной трубкой разглядает помник русской давнины – скифскую бабу. По звездках у парка находились две такие скульптуры, которые с часом были страчены. Масштабное полотно с Виногродского и Казаченко показывает выгляд парку сбоку Сожа в 1954 году. Детали на картине мают великую историчную краезнавчую текавость. Тут башен помник Ленину и Сталину на одном со схилов – пароходик и лодки для переправы на Другий Берах. Пешеходный мост прозраку изъявился поздней. Особое внимание хотел бы обратить на четыре стенда, которые стоят в центре. Это графические произведения, которые выполнены сразу по освобождению Гомеля. То есть вот сразу после освобождения Гомеля. Причем это и зарисовки немецких военнопленных, которые привлекались к работам по восстановлению города нашего. И зарисовки наших уже гомельских художников, которые вместе с войсками-освободителей вошли сюда. И вот то, что они увидели, они запечатлели. Другая выстава присвечена головному символу христианства – крыжу. У таким полным объеме экспозиция выставляется у першиню. Больше за 100 культовых предметов, сроду яких старожит на русские нательные крыжи, энколпианы, медные крыжи староверу и каменные крыжи Житковицкого района. Самые стародавние экспонаты датуются 10-м стаходзем. Кроме того, этот символ присутствует в книгах и на одзенне, на образах и церковных речах. Кожен экспонат сопровожает историю поступления в фонды. Многие из их были выпадковыми знаходками. Дело в том, что распятие – это воплощенный смысл. Это не просто амулет или красивое украшение, каким оно часто является в современном мире. На самом деле, это предмет, который известен почти что в самой заре человечества. И всегда, в все времена, в том числе и до христианской эпохи, этот символ наделялся особым смыслом. Конечно же, в христианстве он получил особо мощную единую семантику. Крест стал символом победы, добра над злом. В дальнейших планах экспозиции присвящены историю простых речев, спортивным достижениям в области и гомельчанам. Финальный станет выставы, присвященная Стагодзю музея. Она открыться в Костричнику и разместится в полове зала у палаца. Ганна Корольчук, Александр Харлам, по телерадио компания «Гомель». ГТ и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvrgomel.by. На ГТ в выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова